Здравствуйте, уважаемые любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим микроматч, сыгранный между двумя белорусскими гроссмейстерами по русским шашкам. Между Андреем Валюком и Евгением Кондраченко. Данный микроматч был сыгран в турнире мастеров на сайте Gumbler. Данный турнир проводится в два этапа. В предварительный этап проводится игра в 9 туров. В каждом туре две партии. И на предварительном этапе победу одержал Андрей Валюк. Он набрал 12,5 очков из 18 возможных. Евгений Кондраченко набрал 11 очков. Так же, как и еще 4 участника. То есть, он в результате дележа по коэффициенту занял третье место на предварительном этапе. В дальнейшем проводится четвертьфинал, полуфинал и финал. В четвертьфинале, полуфинале и финале участники играют уже между собой по 4 партии. 8 сильнейших игроков разыгрывают места. И в полуфинале Андрей Валюк все-таки был выбит украинским мастером Владиславом Наном. А в финале Евгений Кондраченко победил Владислава Нана и одержал победу в этом турнире. Поздравляю Евгения Кондраченко с этой победой. Ну и Андрей Валюк, конечно, тоже молодец. Третье место занял в таком престижном турнире. Это тоже как бы достойно похвалы. Молодец. Но этот матч примечателен тем, что победу в нем одержал как раз Андрей Валюк. Очень интересный матч, на мой взгляд. Предлагаю вам ознакомиться с ним. На этом турнире применялся контроль времени 2 минуты плюс 2 секунды на ход. То есть и был разыгран следующий дебют. Выпала жеребьевка дебюта летающая шашка. Белая шашка Ф2 летит на поле Д4. Черная шашка Е7 летит на поле Ж5. Первую партию Евгений Кондраченко играл белыми. Но здесь есть два возможных хода. Это ЖФ4 и ЖХ4. Евгений Кондраченко сыграл ЖХ4. Андрей Валюк играет ФЕ7. То есть создает ударный кулак. Евгений Кондраченко играет ЖХ3. Но обратите внимание, что сейчас ход ЖФ4 невозможен. Из-за банального ударчика ДЦ5. То есть после размена белые выигрывают шашку черных. Так, конечно, играть нельзя. В этой позиции есть два хода. БЦ5 и БА5. БА5 более такой жесткий ход, так скажем, на победу. Но после БЦ5 тяжело победить черным. То есть белые вынуждены играть СД4. И после размена ЖФ4 черных белые бьют. Черные бьют. Побили, побили. Побили, побили. То есть и белые, и черные разменяли практически все шашки. В этой позиции, конечно, победить очень тяжело. Партия, скорее всего, закончится ничьей. Поэтому Андрей Валюк сыграл БА5 в той позиции. Вместо БЦ5 сыграл БА5. Более такой жесткий ход на победу. Евгений Кондраченко играет ЖФ4. Ну, а Б4 плохо играть. Потому что после двойного размена позиция белых очень плохая. Скорее всего, проигранная. То есть у них отсталая шашка на А1. Очень слабая позиция. Так, конечно, играть не следует. Практически вынуждено надо играть ЖФ4. Далее уже идет форсированный вариант. ЦБ6, ЖФ2, ДЦ5, ФЕ5. Ну, в этой позиции ни белые, ни черные отвернуть уже не могут. Если, как бы, соперники отходят от этого обязательного варианта, то их позиция сразу же становится хуже. Андрей Валюк сыграл АБ4. И после вот этих разменов получилась следующая позиция. БЦ3, единственный ход, ФЖ3. И в этой позиции уже есть у белых две возможности. Либо играть СД4, как сыграл в первой партии Евгений Кондраченко, либо играть СБ4, как сыграл во второй партии Андрей Валюк, когда он уже играл белыми. Ну, давайте рассмотрим ход СД4. Черные жертвуют шашку и прорываются в дамки. Белые также хотят пройти в дамки, но после хода ЖН2 надо повременить с постановкой дамки, потому что она тут же ловится ходом ЖФ4. Поэтому Евгений Кондраченко здесь сыграл ДЦ3. Андрей Валюк занял поле Б8, не пускает белых в дамки. И Евгений Кондраченко играет СД2. Андрей Валюк разменивается на поле Ф4, то есть, друзья, видите, пытаются провести вторую дамку. Евгений Кондраченко, естественно, препятствует этому и нападает на шашку черных ходом ФЕ3. Андрей Валюк играет Ж6 и происходит размен. Далее в партии последовало СД4, ФЖ5. Ну, вроде бы, наконец-то черные добились своей цели, то есть, путь черной шашки Ф4 в дамке обеспечен. Андрей Евгений Кондраченко поэтому разменивает вот эту шашку ходом ДЕ3. Но черные играют ЖФ4 и грозят опять провести вторую дамку. То есть, вторую шашку в дамке. И в этой позиции Евгений Кондраченко ошибся. Ничья еще возможна в этой позиции. Ну, несмотря на то, что у белых лишняя шашка, здесь надо играть очень осторожно. В этой позиции Евгений Кондраченко сыграл ДЦ5. Похоже, что этот ход уже проигрывает. Надо было играть АБ4. Этот ход еще ведет к ничьей. Друзья, честно говоря, я когда комментировал данную партию на канале «Все о шашках», то есть, был стрим, я даже, честно говоря, не понял, что произошло. Соперники играли очень быстро. И позиция очень сложная. То есть, тяжело оценить. Евгений Кондраченко сыграл ДЦ5. Надо было играть АБ4. Ну, в чем суть этой позиции? Если черные играют ФЖ3, то белые жертвуют шашку. И играют БЦ5. Ну, видите, дамку ставить нельзя. Из-за ДЦ7, естественно. Белые играют БЦ5. Что хотят белые? Если черные сыграют на Б8, то дамка их ловится тут же. И партия, естественно, заканчивается в ничью. Поэтому на Б8 играть нельзя. Если черные играют ДЦ7, то возникает так называемый цукцванг. Белые играют на поле Б8, ставят дамку. И обратите внимание, что если бы очередь хода была белых, то они проигрывали. Но в данном случае очередь хода черных. И у них просто нет банального хода для того, чтобы победить в этой позиции. И партия завершается в ничью. Если же черные играют АЖ7 в этой позиции, то опять белые ставят дамку. Видите, еще грозят поймать дамку черных. Если черные играют ДЕ7, то есть не давая хода ЦД6, то белые играют ЦБ6. Ну и допустим, после... Видите, поймать нельзя, потому что белые две шашки побьют. Дамку нельзя поймать. Если черные, допустим, играют Ж6, то белые играют БЦ7. Ну и партия должна завершиться в ничью. То есть вот такая ничья была у Евгения Кондраченко в этой позиции. Честно говоря, сложная позиция. Да, тут трудно винить Евгения в ошибке, да. Но, тем не менее, это ошибка. То есть Евгений в этой позиции сыграл ДЦ5. Андрей Валюк тут же реагирует, играет ДЦ7. То есть, видите, друзья, не позволяет поймать свою дамку в петлю. То есть белые приготовились поймать дамку Б8 вот в такую петлю. И Андрей Валюк закрывает ее. Далее в партии последовало ЦБ4. И Андрей Валюк производит вот такой размен. Ну, надо играть СД6. Побили, побили. И все-таки черные проводят вторую шашку в дамке. ЦБ6. ЕФ2. Б7. Ну, надо препятствовать постановке дамки черных. И в этой позиции Евгений Кондорченко сыграл БЦ5. Позиция уже проигранная. Почему? Черные ставят дамку на Е1. Ну, жертвовать шашку надо. Черные бьют именно на поле Х2. Теперь белые ставят дамку. И черные играют ЕФ2. Друзья, в этой позиции Евгений Кондорченко сыграл еще БА7. Ну, в принципе, какие еще варианты были? Если играть, допустим, АБ4, то черные играют просто БА7. То есть дамка, видите, заперта на поле Б8. А эти шашки тоже лишены подвижности. То есть, ну, жертвовать бесполезно. Черные просто побьют на поле Е3. И затем опять зажмут шашку белых, дамку белых. Если же играть АБ2, то черные играют АЖ7. БЦ3, ЖФ6. Ну, две шашки жертвовать бесполезно. Черные побьют две и построят треугольник Петрова. Легко выигрывают. Большая дорога в их руках. Если же белые отдают шашку таким образом, то черные бьют на поле Е3 именно. И видите, у дамки опять нет ходов, потому что она легко ловится. А если играть на поле А5, то черные опять зажимают белых на двойнике и легко побеждают. То есть, в этой позиции Евгений Кондорченко сыграл БА7. Черные сыграли ФЖ1. Евгений Кондорченко еще сыграл АБ4. И после хода дамкой на поле Д6 здесь он сдался. Ну, почему? То есть, друзья, смотрите. Отдавать две шашки нельзя, потому что шашка у черных находится на поле H8. Они займут большую дорогу и легко выиграют. Если же белые, допустим, отдают одну шашку и пытаются как-то спастись, то черные занимают этой дамкой, держат шашку один, затем занимают второй дамкой большую дорогу и легко проводят третью шашку в дамке. Затем они построят вот такую позицию, и где бы ни находилась дамка белых, она легко ловится. То есть, попадает одну из петель. Если же белые жертвуют свою шашку один, то черные строят треугольник Петрова и легко побеждают. Вот так закончилась первая партия между Евгением Кондорченко и Андреем Валюком. Во второй партии продолжение, случившееся в первой партии, так же повторилось, то есть соперники разыграли тот же вариант, но в данной позиции Евгений Кондорченко играл cd4, а Андрей Валюк во второй партии сыграл cb4. Ну, закрываться надо, и Андрей Валюк здесь играет dc3. Интересный ход. Евгений Кондорченко здесь сыграл gh2. Этот ход уже является ошибкой, я считаю. Ну, по крайней мере, неточность это точно. То есть, в этой позиции уже черным надо было лучше всего форсировать ничью вот таким разменом. И играть gh2. И заставляя уже белых проводить ничейную комбинацию вот таким образом. И позиция абсолютно ничейная. То есть, у черных и белых будут подамки, и у черных и у белых три шашки расположены ниже двойника. В этой позиции еще черные могли, конечно, побить и вперед. Но здесь уже, друзья, возможно окружение. То есть, допустим, белые играют cd2. Как играть черным? Ну, допустим, пошли в дамки. Белые не препятствуют черным. То есть, обратите внимание, играют b5. Если черные ставят дамку, то белые тут же ее ловят. Следующим ходом отдадут шашку. А три и пойдут сами в дамки. То есть, так играть за черных невыгодно. Поэтому черные играют fe5. Здесь уже белые отдают шашку обратно. И играют просто cb4. Не торопятся даже в дамки. То есть, и обратите внимание, что в этой позиции она на самом деле равная. То есть, у черных нет никакого преимущества. Если черные играют cd4, то белые уже размениваются вперед вот таким образом. Надо меняться назад. Ну, допустим, ab4. Разменялись, допустим. Та же пошли fe3, допустим. bc5. Ну, и у черных уже тут надо играть аккуратно. Лучше всего форсировать ничего вот таким образом. И ничья за черных в этом варианте достижима. Ну, черные могут, конечно, и по-другому в этой позиции сыграть. Но это преимущество им не приносит. Допустим, если черные играют gf6, то белые просто играют ab2. И тут проходит окружение. То есть, допустим, если уже пошли hg7 как-нибудь, ну, можно даже вот таким образом пожертвовать шашку. Ну, и черным рано или поздно все равно придется также жертвовать шашку. И позиция абсолютно равная. Тут никакого преимущества ни в одной из сторон нет. То есть, друзья, в этой позиции после хода dc3 все-таки черным надо играть лучше всего gf4. Ну, и Евгений Кондраченко здесь пошел же h2. Андрей Валюк здесь также сыграл не точно. То есть, у белых был отличный ход cd4 с большим преимуществом. То есть, что хотят белые? Ну, если черные ставят дамку, то белые бьют шашку. Теперь, ну, надо играть на h2. И, друзья, обратите внимание, вот такой ход, он, конечно, к преимуществу не ведет после данного размена. То есть, тут на преимущество надеяться не стоит. Но белые играют спокойно b5. То есть, они показывают, они не торопятся в дамке. Более того, они грозят поймать ходом fg3 дамку черных. То есть, если черные, допустим, как-нибудь уйдут, то белые тогда уже пошли в дамки. И черные постоянно не могут на h2 поставить дамку, потому что она тут же ловится. Если же черные в этой позиции отдают шашку и, допустим, играют на поле b8, то тогда белые уже в этой позиции играют следующим образом. А b6. Ну, допустим, черные нападут на шашку белых. Куда-то все-таки черным надо ходить. Белые спокойно продвигают свою шашку ближе к дамочному полю. Но черные мешают белым провести шашку в дамке. Далее белые играют dc5, допустим, уже угрожают поймать дамку черных в эту петлю и выиграть. Черным необходимо уже играть dc7. Ну, и в этой позиции можно жертвовать как cb6, так и cd6. cd6 мне все-таки вход более нравится. То есть, друзья, обратите внимание, три шашки белых зажимают пять шашек черных. И, несмотря на то, что всего на одну шашку у белых больше, все-таки позицию следует признать с большим преимуществом белых. А b4. Ну, рано или поздно черным все равно придется нападать. И белые в этой позиции размениваются. Именно на поле e3. То есть, продолжают держать связки вот эти шашки черных. Ну, нападать бесполезно, потому что белые тут же поймают дамку черных. Поэтому в этой позиции черные, допустим, играют, ну, допустим, пошли на h2. Допустим, таким образом. Тогда белые играют ed2. То есть, не торопятся в дамки. То есть, идти в дамки пока рано. Черные, допустим, опять уходят на поле b8. И белые играют, допустим, dc3. Ну, рано или поздно, то есть, в этой позиции, видите, если черные, допустим, сейчас уже поставят дамку на поле b2, h2, то белые уже могут поставить дамку на поле b8. И обратите внимание, что сейчас уже ловля дамки белых не проходит. То есть, как бы белые, черные не отдавали шашку, таким образом нельзя. Тут же дамка будет поймана. А если, допустим, они отдают таким образом, то белые бьют, ну, допустим, сюда, побили сюда. Ну, и в этом эндшпиле, обратите внимание, у белых 4 шашки, у черных дамка и шашка, конечно, белые легко должны победить в этом эндшпиле. То есть, в этой позиции, конечно, белые получили преимущество большое и должны довести этот эндшпиль до победы. Ну, Андрей Валюк в данной позиции не сыграл цд4, может быть, забыл, или, может быть, не знал данный вариант. То есть, это я нашел уже с помощью компьютерной программы Тоша данный вариант. То есть, он очень сложный, видите, тут белые, как говорится, на грани фола играют. Но, тем не менее, получают большое преимущество над черными за счет вот этой связки. Шашки черных расположены очень неудачно. То есть, Андрей Валюк в этой позиции отдал шашку и продолжает контролировать фланг черных. Здесь Евгений Кондриченко предпочел разменяться, но в эту сторону бить бесполезно. Позиция будет равная абсолютно. То есть, там никаких преимуществ у черных нет. Поэтому Евгений Кондриченко побил вперед. В этой позиции еще возможно победить за черных. То есть, белым надо играть очень аккуратно. В принципе, в этой позиции белые сразу же могли форсировать ничью. Вот таким интересным способом пожертвовать шашку и разменяться на поле С5. Обратите внимание, то есть, если как-то играть ФЕ5 или АЖ5, черные не прорвутся в дамки, поэтому все равно придется размениваться. Ну и здесь после взаимного прорыва в дамки ничего у черных не получается. Белые играют АБ2. Ну и если черные сыграют, поставят дамку, то белые обрежут вот таким образом шашки черных от похода в дамки. И обратите внимание, дамка черных также лишена передвижения. То есть, ничья белым обеспечена. если АЖ5, то просто сыграли Е4, также ничья. Хода АЖ7 нет из-за простого вот такого хода, и белые занимают большую дорогу. То есть, в этой позиции ничья была белым обеспечена. конечно, легко рассуждать, когда знаешь уже анализ, но тем не менее в блице, как говорится, возможно все что угодно. Андрей Валюк сыграл БА5. Евгений тут же реагирует, играет ФЕ5. В этой позиции Андрей Валюк сыграл АБ2. В этой позиции еще какие-то шансы практически на победу у Евгения оставались после хода Е4. Евгений же в этой позиции сыграл Ж6. Ну и после хода СБ4 Е4 здесь белые так, прошу прощения не Е4 а Ж5 здесь белые красиво форсировали ничью. Андрей Валюк пожертвовал шашку и разменялся на поле С5. Ну и как бы черные не играли все равно ничья белым обеспечена. Партии еще последовало АЖ7 ЕД2 Ж6 БЦ3 ЕФ4 СБ4 ЕФ4 ЕФ4 Так БА5 ФЕ3 Так, прошу прощения ФЖ3 побили и ФЕ5 Белые пошли в дамки Но Евгений Кондраченко здесь разменялся и соперники согласились на ничью. В принципе, белым еще можно было половить черных то есть сыграть ФЖ3 Но тут еще надо сделать несколько точных ходов Конечно, я считаю, что Евгений Кондраченко бы нашел тут ничью Но тем менее давайте посмотрим еще как могли сыграть белые Ну допустим если черные играют Ж4 белые играют Ж4 Вот такой ход уже невозможен потому что белые в этой позиции легко выигрывают Черные не могут ставить дамку Вынуждены уйти на поле Б4 Белые проводят вторую шашку дамки Затем третью строят боевую позицию и должны выиграть То есть в этой позиции Так Надо лучше всего сыграть СБ4 Далее вынуждено ЕД2 Ж4 Ж4 Ну В принципе можно и на поле А3 уйти Но лучше я считаю отдать шашку и идти в дамки Отдавать бесполезно Надо идти также в дамки Пошли Поставили в дамку Ну Как играть черным Допустим Тоже поставили дамку И если белые закрываются То можно сыграть вот таким образом Нет прошу прощения Таким образом нельзя играть Как раз это проигрывает Пойдем сюда И уже есть какие-то шансы на победу Так скажем То есть Ну отошли просто И белые не могут провести свои шашки в дамки То есть если они нападают Подождали Ну и заняли большую дорогу В принципе тут ничья легко достижима Ну давайте друзья рассмотрим какие практические шансы еще были у Евгения на выигрыш После вот такого такой жертвы шашки То есть у белых была лишняя шашка черные так скажем у черных была лишняя шашка черная так скажем ее отжертвовали Андрей Валюк сыграл БА5 ФЕ5 АБ2 То есть можно было попытаться сыграть ЕФ4 вместо ЖФ6 Ну какие возможности здесь варианты Допустим ЕД2 ДЕ5 Теперь ход СБ4 уже проигрывает из-за такого размена Ну и тут допустим АБ4 тут выигрывает как ФЖ3 так и ДЕ3 то есть там возникают Н шпили они все проиграны за белых то есть еще раз ЕФ4 ЕД2 ДЕ5 ЦБ4 уже плохо единственный ход тут на ничью АЖ5 Ну отходить надо белые идут дальше грозят выиграть две шашки надо уже жертвовать шашку и идти в дамки Далее как играть белым Ну такого хода нет из-за простого ЖФ6 поэтому белые в этой позиции вынуждены играть БЦ3 Черные ставят дамку и белые нападают на шашку черных Ц5 Черные размениваются и в этой позиции еще у белых есть шанс на ничью надо пожертвовать две шашки и сыграть АБ6 Ну и друзья тут шансы все-таки есть и после ЕД4 и допустим ЕФ4 ну пошли БЦ7 ФЖ3 тогда уже БЦ5 и ну Н шпили все-таки конечно поприятнее за черных но ничья я думаю за белых вполне достижимо друзья позиции очень сложные то есть еще раз скажу что я когда первый раз на стриме увидел данные партии честно говоря ничего не понял даже что происходило за доской то есть возник так называемый дамочный митильшпиль это понятие введено нижегородским гроссмейстером Максимом Федоровым то есть впервые об этом он говорит в своем трехтомнике дамочный эндшпиль данные позиции очень сложные трудно подаются расчету и знаете только с помощью компьютера можно разобраться как говорится ну или с помощью как говорится бутылки без бутылки не разберешься друзья несколько раз я говорю сам даже сбился устал анализировать позиции в принципе интересно конечно но сложно да прошу оценить мой труд если вам понравилось данное видео пожалуйста поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал можете написать несколько комментариев поддержку канала сегодня кстати состоится стрим на канале все о шашках я буду комментировать партии георгия таранина питерского мастера по-моему начало или в 2015 ну зайдите на канал все о шашках посмотрите я буду комментировать партии георгия таранина и других мастеров кандидатов и мастеров до свидания георгий таранина